Я хотела снять, что сегодня в такое чистое небо вообще ни одного облачка, вообще ни одного, мы сейчас едем, даже удивительно, да, вот вообще ни одного, ну это другой регион уже может быть, тут и небо, не, мы утром когда выехали из этого, там все были облачка, а сейчас вообще ни одного, даже странно, как будто бы одной краской все небо покрасили, удивительно. Мы хотим восстановить себе вот такого, красавчик, да, мы будем какой-то такой, старенький восстановить, будем оскарить, ну что, штаховал, да? Не думаю, лихо, безводной мост, да, мост не разлопнули на людей, шлез, шлез, или сокло, стоит уже внушать, потому что были границы с новосток. Я хочу сказать, что мы только в Нубраншвике видели, я уже снимаю, это самое, welcome, центр информация на 2 километра, через 1 километр мы в Нубраншвике. Я хочу сказать, что мы только в этой провинции, в Нубраншвике, увидели эти ветряки, больше нигде не было. Нет, там в Новоскоте, я не помню. Это уже Новоскоте, я в Нубраншвике тоже мы проезжали, я видела. Ну, эти ветряки в Новоскоте, да? Ну, в Антарию и в этом, где мы были? Мост, мозг, 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 все, мы на Новоскоте. Ну, Новоскоте, ну, вот она. Все, приехали. 106. Ну, как бы превышал, чуть-чуть. Превышал, но превышал, но чуть-чуть. И тут, видишь, как было нарисовано, вон что? Он может сдуть, эти пропеллеры могут сдуть большой трак. Поэтому будьте аккуратны. Что-что? Все равно, у нас в Маша. Это последняя, да? Может, какая еще будет провинция? Нет, нет. Мы дальше туда Ньюфан, да, вот этот. А, туда невозможно, правда, 20 минут. Там на пароме, а могут их туда не были. Я, кстати, сейчас походу с водкой, и понял, что по-другому. Тут не уголеньши, как на ней. Здесь уже. Как ускапываю чего-то. И у меня такое, как в Кэнах, знаешь. Такое, все сверху. Какие они огромные, да? Разводилово какое-то. Написано было, что тут съезд, рекреационная зона. Мы не знаю, километров 30 промотали сейчас. В какую-то деревню. Не, ну не 30, но вообще. Это очень далеко. Очень далеко. Очень далеко. Я считаю, что если стоит знак, что там рекреационная зона, она должна быть сразу, там, в 200 метров. Они, извини, меняют 10 километров. 6 километров. Ну, 6 километров мы еще не доехали. Там еще неизвестно, где. Ну, 6 километров. Ну, нахальц вообще полнейший. Это вообще бесчестное, я считаю. И так, что еще развернуться нельзя по-нормальному. Зазывал его в свою дыру. Понимаешь? Мы все еще выезжаем из этого дебильного заворота. 12 километров в году подхоз. Просто 12 километров. Козлы. Ну, нельзя такие знаки ставить. Или должны писать, что вам там надо будет еще педалить. 10 километров до заправки. И кофе. Вот чей-то был. Там люди ждут. Turn right onto the Trans-Canada Highway ramp. Then merge onto Trans-Canada Highway. Думаю, эта дорога стоит, чтобы ее поснимать чуть-чуть. Такая среди леса вообще едем, да? Угу. Причем в гору поднимаемся, судя по ушам. Лесорог. Лесорог. Лесорог, да. Лесорог. Кисточку. Это road, понимаешь? Greenville road. Там было. Родки. Без асфальта. Явно частные младения. Вот так жить надо. Никаких соседей не поместят. Ну, тут точно медведи будут в гости приходить, че лоси на твой бакьяр. Тут кто-то живет? Да? Ну, так. Очень, очень. Ну, один дом развалился, то, что они построили не намного лучше. Но живут. И машина едет. А тут как без машины вообще не будем жить? У нас не гостута. Почтовый ящик. Да. А там тоже был дом, и его не стало. Видел? А тут почтовый ящик остался. А в этих домик есть. А еще почтовые домики, почтовые ящики, а в почтовых домика. А от домика уже гора досточек. Вот, тут домик есть. Ну, печально. Ну, его на камере не видно из-за зелени. Ну, домики такие очень печальные. Ну, вот интересно. Зато мы увидели тут реально... Как вот, да, вот как обычные люди живут. Не айтишники. И которые... Те дома, которые не в крупном городе, а где-то вот на проселочной дороге. Вот именно... В лесу вообще. В лесу, да. А эти вроде богатые. Эти, смотрите, какие дома. Центр города. Богатые. Но дома им тоже там за сто лет. Вот тому точно, что слева был. Сейчас на этот глянем. А этот тоже старый выглядит. Это вообще какая-то стейшн, что-то. Муниципалитет или что-то. Что-то ступление тут вдруг. Церковь? Да, думаю, церковь. Похоже на церковь. Мостик. Сейчас скоро надо будет сворачивать на Валий Роуд. Через пятьдесят 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 пятьдесят. То бишь, это тоже какой-то населенный пункт вот такой. Просто здесь дома вообще с таким раскидом. Живая, да. Такие станции. Да. Да, такие станции. А помнишь, мы... Помнишь, мы в каком-то собирались остановиться... У них отель был в вагонах. Это случайно не вот это? Нет? Нет, нет. Тот на магистрале был. Канада просто. А тут, смотрите, жизнь появилась. А вот этот уже чисто такой вот, как у детки был дом. Такой с верандой. А прикольно. С верандой. А тут, смотрите, беседу. Весочками. Как-то сразу территория общественная есть личный. Фасел у них. Да. Наверное, недорого. Думаю, даже недорого. Слушай, а прикольно. Давайте так будем дальше выбирать дорогу. Чтобы именно вот посмотреть Канаду, канадскую, самую настоящую. Канаду, канадскую, самую настоящую. Да? Крупные города заезжали? А, нет. Пожар. С пожарной станцией где-то рядом. Вот. Не наврали. Все есть. Написали, чтобы ты слоу начал ехать. Вот так. Да, и так слоу. Да. Ну, они предупредили, что лучше по этой дороге замедлиться. Где мы бежать надо? Ну, а там ветряк такой, наверное, один. Один. И стоит, не крутится. А ворк? У ветряка тоже, да? Ну, какая разноцветка просто. Лавандочка, да. А тут кто-то в трейлере живет. Ну, домик тоже есть. Ну, трясет тут на этой дороге. Как кот там под ногами? Нормально. Суседико заносил. Кисенька. Кисечка. Киселечка. 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 А тут лучше помедленнее ехать, чтобы лобовое стекло стало. Не, она проблема только этих, когда спереди. А смотри, тут такие прикольные домики. А там грядки такие интересные у них. У них очень старое, похоже, что-то. У этого красный дом. лодки в лесу и флаги, флаги, флаги канадские тоже везде можно снимать свою интернативу иначе за люди только про канады а вот тут что-то слева вот прям в лесу люди живут и ты видел какое расстояние от одного дома до другого да, как я хочу больно звучит да, слышите, как эта щебенка бьется по дну и мышка с ума сходит там что-то лесопил да, дорога какую-то кто-то похоже кто-то к себе домой там дорогу проводил опять через дорогу и вот все похоже на какие-то частные лесопилки вот так, чтобы куда-то будет точно как-то меняет фум о, кот со мне перешел да, да, я видела причем очень быстро то есть коту спокойнее и на заднем передал а эта дорога его все-таки разнервировала это домик такой частный тут, по-моему, вообще сон стоит а папа так и делает не, он же 60 разогнався он у него был там 48 то есть адрес на дерево приделывает а здесь 860 где-то там дом действительно там был мусор кто-то вынес значит там тоже дом да, и там дом и вот дом вот эти вот столбики это значит, да, там целая улица не, ну даже у детки в Сяве то там как-то больше на деревню было похоже чем вот это обалдеть здесь как будто бы вообще люди вот реально просто в лесу жил ну у нас и полища бенят а до этого, видимо, тут по болоту просто ездили ага мне хватило только на подложку для асфальта на асфальт еще не заработали скоро мы выйдем уже на нормальную дорогу это долгие, 3 километра ну интересно, да? ага надеюсь, нам не пробьет камушек я так понимаю, что здесь ни воды, ни канализации у них нету все вот это они таскают из колодцев, наверное, вода электричество, да, есть но все остальное даже в интернете а там какой-то трейл какой лес бурелом да, а за ним дом не знаю, будет ли видно на камере может не успевает после меня такая пылюка что там устроит? да ну что, здесь нам нормально? наверное, через 2-4 километра повернут направо и будет хайвей называться в улице грунтовой хайвей, да? прям реальный лес с буреломом таким я помню, когда мы ехали по Румынии или по Приднестровью где мы ехали и там такие что-то это не Приднестровье в Приднестровье такая же дорога была вот прям вот какие-то рытвины и они даже не цементом эти ямки засыпали а вот таким как щебенкой просто и там мы разбили себе стекло лобовое, помнишь? не стоишь а что? ух ты, это что? сразу будет вот так ну тут как-то аккуратно и здесь такие уже, смотри, да вот как дренаж такой аккуратный дренаж травку выщипали они подстригли, вернее, у себя перед домиками видишь, вот как-то по-другому пошло все там как-будто более дикое тут лесные богачи живут как тихо, да, когда по асфальту ездят как тихо, да, когда по асфальту ездят ага ага, как будто бы по волням плывет не попадает что они были вернее, человек приезжает, смотрит тут по ангарийским номерам Поверните, направо! Стоп! Тут такая дорога, серьезно! Хайвай написано. Хайвай 4. Но машин нигде нету. Все, мы выехали в цивилизацию. Тут даже разметка есть. Ура! Но это было интересно. А что у меня с ограничением здесь? Семьдесят. Восемьдесят. Восемьдесят максимум. Семьдесят. Большая вывеска в берегу. Где ты его видел? Там он как-то олеет. Еще ты мне озеро обещал. Слева он стоит. Если мы его увидим. За деревьями. Вообще ни одной машины. Ни за нами. Ни перед нами. Ни навстречу. Никого. Вот тут Артуру можно учиться кататься. Ага. На скорочке машины. Ой смотри. Машинка на встречу появилась. Ура! Ура! Тут люди есть! Люди! Вы где? Нет! Да, прикинь, отома машинка идет. Живая Людь. Ведет машинку. зато не на пляж на не то что вокруг торонто даже да там здесь король автобана да это на роскошку не могу понять что тут но снегоходы да снегохода или как она спутера снежная поле лейк и наверное даже увидишь вам на какую-то уступку подняли сейчас посмотрим пасу смотрим пока вижу какой-то карьер да, крещаный карьер вот, вон он, есть, 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 не наврали не наврали есть лейк а деревья уже оно так интересно и еще одна машинка кстати, люди уже включили эти так у меня автомат да, и еще одна машинка смотри, как они зачастили по идее, кабариты они всегда работают да? ну, тут люди классно живут смотри, видишь люди красивые живут тут с видом на озеро красивое озеро красивое озеро оно большое а тут какие-то домики классные да а у того вообще дом да? прямо на берегу прямо на берегу с озера ну, там круче всех и там и желудок еще есть да, ну, наверно у всех тут лодки это же вообще как можно жить в таком месте? и не иметь лодку а там стыд? ну, этих тоже вид на море на море на озеро ну, и там железная дорога снизу да? да, вот стыд причем две полосы причем две полосы ну, вот они красиво живут ты бы хотела так на озере жить? ну, очень интересно ну, тут, наверно, нужно с крепациями забиваться на всю зиму когда снегом за это самое занесет ну, ничего страшного да, страшно а туристы? нет чемодан сверху был автомобильный сейчас мы как-будто будем подрезать прямо как мостик какой-то что-то нет открывай лазер да и все озеро закончилось фулю фулю